В середине рабочего дня на столе депутата городского совета члена фракции «Единая Россия» Александра Дринова нет свободного места. Здесь документы об отмене платы за ЖКХ для ветеранов Великой Отечественной войны, предложения по противодействию коррупции и вопросы по подготовке к предстоящему дню города. За 20 лет его депутатской деятельности в городе было решено множество вопросов, однако тема ЖКХ, благоустройство, строительство социальных объектов по сей день не теряют своей актуальности у жителей. Тем более, что численность населения химок за это время увеличилась вдвое. Когда впервые отремонтировали корпуса больниц наших городских, старые больницы, потом когда построили новую больницу, когда отремонтировали старую школу, в которую пошел первый класс и трансформировали ее в новое здание. Понимаете, вот эти такие мелочи, которые конкретные, абсолютные, они очень интересные. На них сегодня уже не обращаюсь внимания. Это как будто было так всегда. Понимаете, да? А мы-то помним, когда этого ничего не было. Десятки грамот и дипломов, фотографий с известными людьми во время важных для города событий. Все эти напоминания о результатах работы за 20 лет едва умещаются в шкафу. Например, эта книга – подарок от Владислава Третьяка с благодарственными словами за поддержку детского хоккея в городском округе. А этот 10-килограммовый артефакт напоминает о том времени, когда Александр Дринов возглавлял Химкия. Символический ключ от города появился в 2005 году, когда Химкинский район преобразился в городской округ. Потом его передавали из рук в руки. Когда я стал главой, мне его вручили, понимаете. Дмитрий Владимирович когда приходит и знает, что ключ хранится у меня. Перед тем, как стать депутатом, 27 лет своей жизни Александр Дринов посвятил космической отрасли, работая в НПО имени Лавочкина. Впрочем, и в настоящее время здесь, а также на других химкинских предприятиях, Александр Дринов – гость частый. Его, как депутата и лидера движения общественной поддержки, приглашают на собрание трудовых коллективов, чтобы вместе с жителями обсудить инициативы, направленные на развитие микрорайонов. Вместе с коллегами по движению Александр Павлович поддерживает и продвигает предложения жителей на уровне города. Способствуют их скорейшей реализации. Мы хотели бы, чтобы все 9 мая, как бы улица такая, которая смевает победу, чтобы она была зеленая. Молодые деревья, кустарники. Вопросы благоустройства города, модернизации и строительства школ и садов, обеспечения дорожной безопасности, которые задают химчане, обсуждают здесь, в зале заседаний. Вот зал заседаний. 25 депутатов, представители прокуратуры, глава присутствует на заседании совета депутатов, место председателя. Одна из важнейших задач, стоящих перед советом депутатов – принятие бюджета. Доходы, как правило, меньше расходов. Вот почему так важно знать и учитывать мнение горожан, что они сами считают приоритетным, что хотели бы реализовать в первую очередь. Ведь очень многие вопросы при поддержке губернатора мы решаем, каким образом мы выделяем свою часть денег, и тогда они нам помогают финансово со стороны правительства Московской области. Потому что такие инфраструктурные объекты, которые сегодня реализованы, именно по желанию жителей, вы знаете, здесь можно перечислять пальцев, не хватит. За 6 лет городской округ заметно преобразился. Появились большие современные парки в Подресково и на Левом берегу, новые школы, пристройки и детские сады. Советом депутатов также был выделен бюджет на строительство музейного комплекса «Артишок», где теперь проходят главные выставки города. С этого года начал функционировать крупнейший ФОК «Новатор» с ледовым катком, бассейном, залом для фехтования и тренажерным залом. Но впереди еще большей переменной основой для них становятся инициативы химчан. В рамках движения общественной поддержки каждый житель может предложить свои идеи по развитию города, а еще проголосовать за инициативы на сайте. Скажем, это пристройка детскому саду, или благоустройство территории, или там нет какого-то дополнительного тротуара, или изменение организации дорожного движения, тоже очень важный вопрос. И тогда вот эти инициативы, за которые голосуют жители, вот они выходят на первый план по всему городу, и базируясь на них, мы вот сейчас будем рассматривать бюджет, проект бюджета следующего года, и мы тогда будем уже конкретно, прямо в бюджете, прописывать адресно, что необходимо сделать вот это, вот это, вот это. Все инициативы химчан собраны на сайте ХИШ онлайн, а предложения, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы в первую очередь. Александр Дринов уверен, что только совместно с жителями городского округа можно сделать жизнь в городе интересной и комфортной. Редактор субтитров А.Семкин